Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! В своем докладе я хотела бы рассмотреть современные принципы гормонотерапии высокодифференцированного рака щитовидной железы и основные моменты сложности, с которыми может столкнуться врач-эндокринолог на приеме, наблюдая в динамике именно данную категорию пациентов. Итак, после основных необходимых этапов диагностики и хирургического лечения наступает не менее важный этап – это послеоперационная стортификация риска рецидива. высокодифференцированного рака щитовидной железы. Как уже упоминалось предыдущими докладчиками, здесь очень важны данные гистологического исследования, а также данные стадии по системе ТНМ. Для чего? Во-первых, для того, чтобы определиться с необходимостью и решением вопроса о радиотерапии. И второй очень важный момент для назначения правильной дозы гормонотерапии, дозы левотероксина натрия для данного пациента именно с данной стадии, данным фактором риска рецидива. Гормонотерапия в настоящее время по современным стандартам не является одинаковой супрессивной для всех больных с данным диагнозом. Она может быть заместительной, может быть мягкой супрессией или супрессивной гормонотерапией в зависимости от риска, стадии, а также от наличия сопутствующей соматической патологии у пациента. Итак, на основании данных Американской Тереологической Ассоциации, а также клинических рекомендаций Минздраво-здравоохранения Российской Федерации от 2020 года, к группе низкого риска относятся пациенты, у которых полностью удалена вся опухоль, без инвазии сосудистой или экстротереоидной и без очагов накопления радиоактивного йода по аноносцентографии. Сюда относятся пациенты стадии Т1, Т2, Н0, а также по последним рекомендациям допускается Н1А при наличии поражения менее 5 лимфатических шейных узлов. Таким пациентам рекомендуется заместительная гормонотерапия с целевым ТТГ от 0,5 до 2 международных единиц на литр. Следующая группа – это группа промежуточного риска. Сюда относятся пациенты с агрессивным кистологическим вариантом, папиллярный рак, наклеточный толцел, микропапиллярный, также широкоинвазивная фолькулярная карцинома, пациенты с микроскопической экстротереоидной инвазией, сосудистой инвазией, также с мутацией БРАВ. Сюда относятся стадии Т3А, Н1А. И данной категории больных мы должны будем рекомендовать уже супрессивную гормонотерапию с целевым ТТГ меньше 0,1 микро-международных единиц на литр. Однако же есть исключения. Небольшие послабления пациентам при наличии тахикардии или менопаузы, допустимая мягкая супрессия с ТТГ меньше 0,5. А также заместительная терапия пациентам старшей возрастной группы, больше 60 лет, а также с фибрилляцией предсердий, с остеопорозом. Там целевой ТТГ примерно от 0,5 до 2. Следующая группа наиболее сложная – это группа высокого риска. Это пациенты с остаточной резидуальной опухолью, с агрессивным течением, с наличием агрессивных мутаций, с выходом опухолей за пределы щитовидной железы, с аксатириоидной инвазией, с наличием отдаленных метастазов. Сюда относятся уже стадии Т3Б, Т4, Н1Б, М1. Данной группе пациентов рекомендована супрессивная терапия с целевым ТТГ меньше 0,1. Однако же пациентам с наличием фибрилляции предсердий допустима мягкая супрессия с целевым ТТГ от 0,1 до 0,5. Также делая обзор данных НССН по териоидной карциноме, также помимо основных целевых значений ТТГ, которые совпадают с предыдущими клиническими рекомендациями, хотелось бы отметить, что пациентам на супрессивной терапии все-таки следует рекомендовать для профилактики остеопороза или остеопении ежедневное употребление профилактической дозы кальция витамина D3. Витамин D3 в дозе 1000 международных единиц и кальция 1200 мг в сутки. После стадирования риска рецидива наступает период диспансерного наблюдения. Пациент приходит к онкологу и к эндокринологу. И как же мы будем наблюдать, какие назначения будет делать доктор-эндокринолог? Итак, это следующее лабораторное исследование. Тириоглобулин, который является маркером рецидива, антитилак тироглобулина, которые могут повлиять на определение уровня тироглобулина крови, а также ДТГ – это 4 свободные. Данные исследования рекомендовано назначать через 3 месяца после последнего лечебного этапа хирургического или радиотерапии. В дальнейшем раз в 6-12 месяцев, но не чаще. Чем это определяется? Ранее, чем 3 месяца, в крови еще может циркулировать тироглобулин в остаточных дозах, особенно после радиотерапии. Поэтому вот эта цифра 3 месяца, желательно не раньше. Также УЗИ щитовидной железы. По клиническим рекомендациям Российской Федерации, через 6 месяцев после операции допустимо через 3 месяца. Более раннее выполнение УЗИ щитовидной железы может затруднить визуализацию из-за отека или послеоперационной гематомы. Далее мы назначаем УЗИ щитовидной железы в зависимости от динамики тироглобулина. При выявлении по данному УЗИ подозрительных шейных лимфоузлов с диаметром больше 8 мм, рекомендована прицельная биопсия с определением тироглобулина в смыве из иглы. На основании этих данных, то есть на основании лабораторного исследования показателя тироглобулина, а также на основании данных УЗИ мягких тканей шеи формируются 4 основные группы ответа на лечение. То есть мы можем оценить, как пациент ответил на лечение и в каком состоянии сейчас основное заболевание. На основании ответа на лечение формируются 4 группы ответа. Как уже предыдущий докладчик говорил, это группа полного ответа или по-другому биохимическая ремиссия, неполный ответ, биохимический рецидив или структурный рецидив. О чем более подробно сейчас расскажу. Группа полного ответа самая благоприятная. Это группа с неопределяемым уровнем тироглобулина. Опухоли нет, она не визуализируется по данным УЗИ, не определяется биохимически. Это группа пациентов, которым мы обязаны рекомендовать заместительную гормонотерапию, а не супрессивную с целевым ТТГ от 0,5 до 2. И данную группу пациентов можно наблюдать не так часто, не чаще одного раза в год. Следующая группа – это группа неопределенного ответа. Там, где тироглобулина определяется, не стимулированный, но все-таки он меньше 1 нанограмм на миллилитр. По данному УЗИ мы также не видим опухоль. Здесь можно рекомендовать более частый мониторинг уровня тироглобулина, оценивается его динамика, уровень прироста. Здесь мы можем уже рекомендовать дополнительные исследования. Эндокринолог может назначить МРТ, мягкие ткани шеи с контрастом, чтобы оценить лимфоузлы и мягкие ткани шеи дополнительно, помимо УЗИ. Если имеются подозрительные лимфоузлы шеи или мягкие ткани в проекции щитовидной железы, можно рекомендовать аспирационную биопсию. Однако же эта группа также будет являться благоприятной в плане прогноза. Здесь специфическая смертность меньше 1%. Следующая группа – это группа биохимического рецидива. Здесь уже тироглобульна определяется, он высокий, высоким считается больше 1 нанограмм на миллилитр, стимулированный тироглобулин будет больше 10 нанограмм на миллилитр. Но здесь также, по данным инструментальных методов обследования, опухоль не будет визуализироваться. Скорее всего, это будет микрометастаз в шейных лимфатических узлах, которые с помощью УЗИ или МРТ не будут визуализироваться. Здесь мы будем рекомендовать таким пациентам активное наблюдение, активный мониторинг уровня тироглобулина, биопсия и должны предложить пациенту дополнительное лечение, радиотерапию. Несмотря на большую вероятность рецидива в данной группе, специфическая смертность все равно остается меньше, маленькая, менее 1%. И следующая группа достаточно тяжелая, неблагоприятна в плане прогноза, группа структурного рецидива, или по-другому она называется группа неполного структурного ответа. Здесь опухоль уже есть, она визуализируется или в проекции в ложе щитовидной железы, или в лимфатических узлах шеи. Специфическая смертность здесь достигает при шейных метастазах 11%, при отдаленных 50%. Уровень тироглобулина и антител к тироглобулину здесь может быть любой, но, как правило, это высокий, что обусловлено наличием опухолевой ткани. Здесь требуется уже специфическое лечение, хирургическое или радиотерапия. И в данной категории больных, конечно же, эндокринолог должен рекомендовать супрессивную гормонотерапию с целевым ТТГ меньше 0,1%. Хотелось бы подчеркнуть, что в процессе наблюдения группа риска, группа ответа на лечение для пациента не является постоянной. В зависимости от того, какие мы результаты будем получать, то есть уровень тироглобулина, а также по результатам УЗИ или мертной мягкой ткани шеи, происходит переоценка в динамике группы риска. И пациент вполне может перейти в группу низкого риска, в группу полного ответа на лечение. На этом слайде я хотела представить таблицу, взятую из гадлайнов Американской тиреоидологической ассоциации. Здесь представлены целевые значения ТТГ и уровень супрессии в зависимости от того, какой ответ на лечение мы получили в настоящее время. Группы биохимического или структурного рецидива пациентам рекомендуется супрессивная гормонотерапия с ТТГ меньше 0,1. Послабление имеется для пациентов с феверляцией предсердия, а также в менопаузе, с остеопенией, остеопорозом и старше 60 лет. Здесь мы можем рекомендовать больным мягкую супрессию. Пациентам, находящимся в неопределенной группе ответа, неопределенный опухолевой статус, таким пациентам рекомендуем мягкую супрессию с целевым ТТГ от 0,1 до 0,5. Микромеждународных единиц на литр. Опять-таки, в группе старшего возраста с феверляцией предсердия и остеопорозом допустима не мягкая супрессия, а заместительная гормонотерапия. И в группе полного ответа, где нет ни биохимических, ни инструментальных маркеров рецидива, всем пациентам любой группы рекомендуется заместительная гормонотерапия. И если обобщить все вышесказанное, хотелось бы прийти к выводу и сказать, что в настоящее время по современным рекомендациям нет и не может быть единой супрессивной гормонотерапии всем пациентам с высоко дифференцированным раком щитовидной железы. В настоящее время подход персонализированный и гормонотерапия персонализированная в зависимости от гистологического заключения ответа опухоли на лечение, наличие сопутствующей соматической патологии, мы можем пациенту выбрать супрессивную терапию, заместительную или мягкую супрессию, а также изменить дозу в процессе наблюдения за пациентом. И к данной категории больных все-таки необходим коллегиальный подход. И наблюдаться пациент должен не только у доктора-эндокринолога, доктора-онколога, а также, учитывая сопутствующую патологию, или если пациенту назначается таргетная терапия, и терапевтам, и урологам, особенно если развиваются нежелательные явления таргетной терапии. О чем нам более подробно расскажут в следующих докладах наши коллеги, терапевты и урологи. Благодарю за внимание.